Работники дорожного хозяйства показали свою готовность к предстоящей зиме. Справляться со снегопадами и устранять последствия непогоды им будет помогать современная техника. Как вооружились коммунальщики, расскажет наш корреспондент. Прошлая зима устроила дорожникам настоящий экзамен и проверку на прочность, а заодно и преподнесла серьезный урок. В самое непредсказуемое время года нужно держать руку на пульсе 24 часа в сутки, иначе будет коллапс. До наступления календарной зимы еще полтора месяца. Дорожные службы готовы встречать ее хоть сейчас. Поставка реагентов и песко-соляной смеси практически завершена. Снегоуборочные машины и люди в полной боевой готовности. Все можно ожидать от зимы. Готовы справляться с любыми капризами, что бы ни было у нас в работе. Все выполняем четко. Какие бы трудности не стояли бы перед нами. 115 единиц спецтехники и более 300 дорожных работников будут обеспечивать жителям городского округа Люберца беспрепятственный проезд и проход во время сильных осадков. Техника, которая до сих пор содержит дороги, это поливомощные машины. Мы их уже, когда будет ближе к снегу, уже переобуем и все. Дежурные машины. А так уже дежурные машины все для россыпи песко-соляной смеси готовы. Полностью вся техника прошла, технический осмотр полностью подготовлено. В этом лично убедился глава Люберец Владимир Ружицкий. Он осмотрел снегоуборочную технику, которая в скором времени выйдет на дороги округа и приступит к работе. Армию можно проверить, на что она способна, только через войну. Я вам скажу, коммунальные службы мы можем проверить через зиму, особенно дорожников. Когда в течение суток выпадает там месячная норма. И с этим надо справиться. Смотр техники традиционно прошел накануне профессионального праздника работников дорожного хозяйства. Лучших представителей профессии отметили благодарственными письмами губернатора Московской области и главы городского округа Люберцы.